сегодня буду делать вот такую сапу для для просапывания чеснока и лука значит вот такая вот сапка и сделал выхода 2 тому назад не заказали еще сделать значит вот что я уже сделал рульку рулька это будет может кто-то начнет кирпичами срать тонкая только них я подумал рулька хорошего будет примерно вот такой длины процессе работы буду показывать как я все делаю так нож вот этот вот я буду делать вот такого резко старой сапы эту рульку куда будет вставлять вставляться держак вот я буду делать из железа из металла примерно вот такой железяки она где-то там 2 миллиметра толщиной значит что мне нужно делать я вы вырезал вот такое лекалах это макет нашей рульки сейчас вот таким вот сюда пишу сейчас покажу я уже начертил контур нашей рульки листочек лекала обвел потом шелтал горкой вот так обрежу и загну потому что получится покажу железо вот такая какая-то еще хрень была мылевана двух миллиметровый железо так понимаю листочек я сделал вот такую рульку не и уже от здесь отогнул сделал круг сделал круг вот сюда вот такая рулька вот она вот такая сделала еще приварю сюда приварю лезвие лезвие вырежу вот с этой второй сапы потом вставлю сюда сюда и приварю потом вот так вот вот сейчас с этого куска железа нужно вырезать лезвие для сапы вот так вот примерно вот такой ну как получится немного больше меньше меня никто не будет спрашивать с точностью до миллиметра как получится сколько выйдет сколько и выйдет потому что потому что у меня честно говоря металла путь него нету приходится вот с такого мусора делать ладно сейчас буду карандашом начерчу контур и вам покажу вот примерно зиму нарисовал контур сейчас болгаркой обрежу потом на наждаке это все дело подправлю и покажу вам вот такая будет такого старой сапы короче это видать было сапах не и подарю турую жизнь и попытаюсь подарить значит кружок кроя и носить закончил теперь нужно открывать кружок шитья то есть это все вот это все шить до куча именно сварить значит что я буду делать здесь проварю шоу и не так сначала сначала рульку засуну сюда вот так примерно вот так оно будет приварю вот эту часть к этой части потом приварю вот эту вот эту щель чтобы ей не было в конце вот здесь прорезал паз вот таким образом зарезет вот сюда там я его и приварю ну вот такие фронт работы так начинаем варить так вот моя сапа что вышло моей из того что я делал вот такая тут провертел дырочку верни тверстия для штопорного гвоздика на скорее всего сюда закручу самореза вот он такой не идеальный круг нас вот шоу здесь был вот такая рулька но это еще не все сейчас делаю для полного удовольствия сделаю ручку вытащу на токарном станке но это показывать не буду это уже не с этой песни только я сделаю ручку набью покажу конечный результат так черенок вытащил насадил и вот мы что имеем вот моя сапа для просадки чеснока и лука получилось значит ничего сложного изготовление я считаю его нет был бы только хороший металл до инструмент дороги потому что и больше ничего не надо вот такая вот сапа вот так вот так она будет выглядеть относительно земли всем спасибо всем пока